В парламенте проходит слушание о сложившейся ситуации в сфере безопасности дорожного движения. Как сообщает пресс-служба Джигарху Кинеша, председатель комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Исаам Муркулов заявил, что в настоящее время дорожная безопасность является актуальной проблемой в стране, поскольку наблюдается рост показателей числа дорожно-транспортных происшествий. Безопасность дорожного движения стала серьезной государственной проблемой. Сложившаяся ситуация, несмотря на предпринимаемые меры, имеет негативную динамику. Количество аварий в 2015 году возросло по сравнению с 2010 почти в два раза. Глава профильного комитета также отметил, что неблагополучная ситуация складывается в результате плохой дорожной инфраструктуры, отсутствия оснащенности дорог современным оборудованием, низкой культурой вождения автолюбителей, а также незнание элементарных правил дорожного движения. Участие в работе комитета принимают министр внутренних дел Мелис Тругомбаев, министр транспорта и коммуникации Аргенбек Малабаев, замминистра образования и науки Нурмамат Исенколов, представители правительства, генпрокуратуры и других соответствующих органов. Новые номерные знаки для автомобилей планируют выпускать с 1 июня. Об этом сегодня заявил председатель государственной регистрационной службы Тайрбек Сарпашев во время презентации нового оборудования для производства регистрационных знаков. По словам Сарпашева, денежные поступления в бюджет страны составят 50% прибыли. Председатель ГРС отметил, что раньше вся эта сумма уходила частным компаниям. Теперь осталось только нам изготовить. Национальный банк снизил размер учетной ставки на 2%. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил его председатель Толкунбек Абдегулов. По его словам, накануне состоялось заседание правления Национального банка. На основании данных об экономической ситуации в стране и мире среди срочных прогнозов решено снизить размер учетной ставки на 2%. Глава НБКР также отметил, что ситуация на валютном рынке характеризуется как стабильная. По словам Абдегулова, с начала года курс доллара США по отношению к сумму снизился на 6,7%. Национальный банк провел 17 интервенций по продаже валюты, а после 10 интервенций уже по покупке. Таким образом, чистая продажа долларов составила чуть более 15 миллионов. В Бишкеке под председательством мэра столицы Албека Ибраимова прошло совещание по вопросу резервов местного бюджета и дополнительных источников доходов на 2016 год. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, в ходе совещания принято решение о создании оперативного штаба по инвентаризации объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Бишкет. Штаб создан в целях выявления дополнительных источников доходов местного бюджета на 2016 год, а также достоверного учета объектов муниципальной собственности и их дальнейшей государственной регистрации. Так, главам районных администрации, бишких глав архитектуры и управлению муниципальной собственности в месячный срок поручено провести сплошную инвентаризацию муниципальной и иной собственности. В Кыргызстане пройдет Международный детский фестиваль культуры и языка. Торжественное открытие состоится во Дворце спорта имени Кожамкола 6 мая. Об этом сообщили в Государственной дирекции по подготовке и проведению Года культуры и истории. В фестивале примут участие дети из 25 стран мира. Цель мероприятия – знакомство с различными культурами, языковой обмен, а также укрепление чувства единства. Юные дарования продемонстрируют зрителям свои таланты. В рамках фестиваля маленькие гости из России, Азербайджана, Марокко, США, Филиппина, Афганистана, Южной Африки, Индии и других стран ознакомятся с историко-культурными достопримечательностями Кыргызстана. В частности, участники фестиваля посетят комплекс «Буранай» и совершат экскурсию по Иссыкульской области. Впервые этот фестиваль состоялся в Кыргызстане в прошлом году. Как отмечают организаторы, количество участников выросло за это время более чем наполовину. Не так давно от членов правительства республики прозвучала установка создать некую интерактивную карту мест, где с точки зрения жителей требуются те или иные работы по благоустройству и озеленению сел и городов. Компания «Газпром Кыргызстан» подхватила эстафету. Местом проведения субботника коллектив выбрал парк имени Дейра Асанова неспроста. По словам главы компании «Газпром Кыргызстан» Булота Абелдаева, четыре года назад, 8 мая, здесь состоялось открытие памятника блокадникам Ленинграда. Спонсором строительства выступила компания «Газпром Нефтьазия». Сейчас разделитесь по отделам. И одна бригада, вот видите, лесочек прилегающий, там. И одна бригада, вот вокруг, полностью, пожалуйста, вот вокруг будем подметать. Кроме того, в прошлом году, к 72-й годовщине снятия блокады Ленинграда силами и средствами уже новоиспеченной компании «Газпром Кыргызстан» был проведен ремонт и благоустройство памятника блокадникам Ленинграда. В рамках реконструкции была заменена стыла монумента, обновлена лестничная площадка и проведена облицовка памятных камней, символизирующих годы блокады. Мы не забываем и про самих блокадников. Ежегодно мы оказываем им благотворительную помощь в виде денежных средств, лекарств и продуктов первой необходимости. Приближается 9 мая, и мы эту свою традицию продолжим. Субботник сегодняшний, как говорится, чисто вокруг, светло на душе. Вооружившись тряпками, вениками и мусорными мешками, сотрудницы компании приступили к уборке мусора и листьев. Ну а мужчинам, естественно, досталась более тяжелая работа. В этот день в действительности мы не только приносим дань, уважение к нашим ветеранам, те, которые защищали в годы Великой Отечественной войны. Субботный настроение как праздничный. Субботный год работаем, стараемся, чтобы в городе был порядок и чистота. Всем хорошего настроения, как говорится, субботнего. Сейчас уберёмся, всё почистим здесь. «Газпром Кыргызстан» является социально ответственной компанией. Во всех филиалах газовики приводят в порядок не только прилегающую к административному зданию территорию, но и парки, скверы, расположенные в населённых пунктах, говорит начальник отдела по охране труда промышленной безопасности Константин Яшин. Он уверен, что проведение подобных мероприятий положительно скажется на экологии городов и сёл. «Наши все работники вышли в парки, в скверы. Мы просто хотим сделать наш город чище. Это ответственность за экологию, за охрану окружающей среды». Как утверждают сотрудники предприятия, такие субботники дают возможность сделать что-то полезное для своего города, села, помочь ему стать немного чище. А чистота, как известно, залог здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok